В эфире информационная программа «Северный город» с выпуском новостей Мария Курчатова. Здравствуйте! Далее о главных событиях этого дня. В школе искусств номер 2 открылась выставка работ инвалидов. Стартовала экологическая акция «Мы за чистый город». Компания «Царский мед» приглашает за янтарным лакомством. Прошел шестой городской турнир по лазертагу. 19 сентября 2014 года в администрации Устилимска произошли кадровые изменения. Исполняющей обязанности заместителя мэра города по социальным вопросам назначена Людмила Бажанова, сообщает пресс-служба администрации города. До нее эту должность занимал Александр Ситников. Людмила Васильевна родилась в Братске. Закончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Работала руководителем сектора на целелозно-картонном комбинате города Братска. Затем переехала в Устилимск и заняла должность начальника управления по работе с персоналом Устилимского ЛПК. С 2005 по 2014 годы возглавляла филиал Восточный благотворительного фонда «Илимгарант». На должность управляющего делами администрации города назначен Алексей Шехерев. Алексей Валерьевич родился в Устилимске. По окончании Сибирской государственной академии телекоммуникации и информатики работал в администрации сначала в должности инженера-программиста, затем ведущего специалиста информационно-вычислительного центра, впоследствии заместителем начальника организационного отдела. Помимо высшего технического имеет высшее юридическое образование. 22 сентября в школе искусства номер 2 отделы художественного и народного декоративно-прикладного искусства представили выставку «Работ инвалидов» и «Невозможное возможно». На открытии побывал наш корреспондент. В региональной выставке декоративно-прикладного творчества принимают участие люди с ограниченными возможностями. И, как доказывают представленные на ней удивительные работы, ничего невозможного нет. Каждая передает уникальный характер своего автора. Выставка проходит ежегодно. В сентябре вот уже девятый раз картинная галерея школы искусств «Брундучок» встречает гостей. В этом году участвуют 35 мастеров. Демонстрируется порядка 200 работ. Картины выполнены красками, карандашами, вышитые крестом. Различные скатерти, салфетки, всевозможные вязаные изделия. Как рассказал руководитель объединения мастера и лима Татьяна Геннадьевна Софиулина, свои творения выставляют как постоянные участники, так и новички. Среди работ есть и достаточно профессиональные. Есть ученики наши, как мы говорим, школы для взрослых, которые повышают свой профессиональный уровень ежегодно. В общем, люди хорошо знакомые нам, любимые нами, уважаемые. Елена Борисовна Потемкина участвует в этой выставке впервые. Моих здесь шесть работ. Это вышивка. Вон одна из них маки. Я вышиваю природу, я вышиваю животных. Но вышивала бы больше, если бы руки не болели. А так все нормально. Здесь очень много представлено вышивки. Очень много. И очень много вязаных работ. Они немножко по составляющим, каким-то параметрам меняются. Но, в принципе, люди одни и те же в основном принимают участие. Ну, естественно, что уровень профессиональный, конечно, он растет, он меняется, совершенствуется. Поэтому выставка достаточно, ну, я бы сказала, она и ожидаема, но вместе с тем она радует. Потому что, действительно, уровень мастеров растет. Выставка продлится до 15 октября. Второй ее этап пройдет в декабре в Иркутске, в Декаду инвалидов. В областной центр отправятся лучшие работы, отобранные членами жюри. Анна Ефремова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Библиотеки города второй год подряд проводят экологическую акцию «Мы за чистый город». В этом году мы решили в рамках этой акции объединить несколько экологических дат. 16 сентября – день борьбы за защиту озонного слоя земли, 26 сентября – день моря и 27 сентября – день туриста. Но, я думаю, в какой бы период эта акция ни проводилась, она всегда будет актуальна. Во всех библиотеках города пройдут выставки, эти подарки опасны для природы, основная цель которых – рассказать о тех предметах и веществах, которые производятся человеком и приносят вред окружающей среде. Как рассказала нам заведующая библиотекой «Первоцвет» Светлана Васильева, к ним относятся стекло, бетон, кирпич и даже ветки деревьев. 25 сентября пройдет презентация конкурса, подведение итогов конкурса «Знаки против мусора». Сейчас работы уже, прием их закончен, и 25-го мы подведем итоги, наградим самые интересные знаки. А вот 26 сентября лучшие работы будут распечатаны в виде листовок и распространятся на улицах города, на информационных счетах, по детским садам, по школам и предлагаться жителям города. Светлана Ивановна еще раз обратила внимание на то, что главная задача мероприятия – призвать людей быть более внимательными городу, в котором они живут. Акция продлится с 23 по 26 сентября в Устилимских библиотеках. Дарья Мозгалева, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Вы смотрите информационную программу «Северный город». Далее к темам. По информации Департамента безопасности и жизнедеятельности города, летом этого года один из жителей Устилимска приобрел взрослую собаку породы «Стафарширский терьер». Несколько дней спустя хозяин захотел избавиться от своего питомца. 13 июля в вечернее время он вывел собаку на прогулку на территорию детского сада «Ручеек». Затем привязал к скамейке и ушел домой. Напуганный пес выл и рвался с приведи несколько часов подряд, пока один из жителей не позвонил в городской благотворительный фонд защиты животных «Хатика» и не сообщил о происшествии. Сотрудник приюта и директор клуба служебных и декоративных собак «Элита» выехали на место происшествия. Отвязали измученное животное и отвезли в приют. 11 сентября состоялось заседание административной комиссии, на котором рассматривалось деяние мужчины. Членом комиссии он заявил, что собака ему надоела. Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Брошенный пес теперь живет в приюте для бездомных животных «Хатика». В последнее время такой вид досуга, как лазертак, набирает популярность. Это командная игра военной направленности. В минувшие выходные прошел шестой городской турнир. Соревнования длились два дня. 20 сентября был отборочный тур, а 21 числа состоялся финал. Какие команды принимали участие в борьбе за кубок, смотрите в сюжете Алены Феоктистовой. Шестой городской турнир под названием «Сибирский характер» проходил на территории курорта «Русь». Организовали мероприятия «Отдел по делам молодежи» и «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики». Погода в эти выходные была очень переменчивой и создала экстремальные условия для игры в лазертак. Но спортсменов не напугали ни дождь, ни снег, ни сильный ветер, который чуть ли не сбивал с ног. Все это только придавало азарты игрокам. Посоревноваться собрались команды «УИДЗ», «Веселые ребята», «Форсаж» и многие другие. Погода сегодня бешеная, конечно, тоже с утра. Вчера у нас был проливной дождь, сегодня был у нас проливной снег просто, то есть очень сильный ветер. Но команды все довольны, все в азарте, бегают, может быть, для антуража даже. То есть по-настоящему сибирский характер. То есть у ребят проявляется действительно их характер. Участвовали как уже игравшие, так и новые команды. Спортсмены тщательно готовились к этому турниру. Все отлично показали себя. Некоторые подошли к игре творчески и сделали костюмы, что поспособствовало победе, которая далась нелегко. К сожалению, можно заметить, казус произошел. Один игрок, неудачно споткнувшийся, упал, выбил себе ползуба, рассек нижнюю часть губы очень сильно. Но вытерев буквально листочком, приложив, точнее, листочек к губе, плюнул и запал на рту в кровь и побежал дальше играть. По итогам военно-стратегической игры почетное третье место заняла команда «Ред Стар» и «Певерещагин». Второе – «Ночные снайперы» группы «Элим». И победителями стала сборная «Барс» – клуб альпинистов. Все команды, вышедшие вперед, получили денежные призы. А группа, занявшая первое место, еще и кубок победителя. Участники турнира остались довольны, получив заряд адреналина и положительных эмоций. Для многих эта игра стала стимулом тренироваться дальше и развивать активный и экстремальный вид отдыха – «Лазертак». Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». С 17 сентября в Усть-Илимске находится выставка «Царский мед», на которой горожане могут приобрести гентарные сладости. Мед славится разнообразием ярких вкусов в сочетании с лечебными свойствами. 26 сентября выставка продажи завершает пребывание в Усть-Илимске. Тем, кто еще не успел купить к зиме вкусное и полезное лакомство, стоит поторопиться. Мед славится своими вкусовыми качествами, приятным ароматом и лечебными свойствами. Этот чудесный природный продукт используется в медицине и косметологии. Он нормализует работу организма, улучшает состав крови, повышает иммунитет, является мощным источником энергии и предохраняет организм от преждевременного старения. В этот раз компания «Царский мед», помимо уже полюбившихся усть-илимцев сортов, предлагает новые, не менее вкусные и целебные. У нас представлено больше 15 сортов башкирского меда, как урожая этого года, так и прошлогодний. Хотелось бы отметить, что свойства прошлогоднего меда не меняются, то есть не остаются теми же самыми. Существует множество сортов меда, отличающихся друг от друга цветом, вкусом, растением медоносом, местностью производства, а также способом выбора качественного продукта. У нас представлены как такие известные меда, полюбившиеся как гречичный, цветочный, дольник, так и меда с пчелопродуктами, с пульсой, с пиргой, с прополисом, с маточным молочком. Всех любителей природного лакомства и тех, кто желает приобрести пару баночек меда для лечения, приглашают посетить выставку-продажу «Царский мед». Мы находимся в Деканной Мушино с 17 по 26 сентября. Будем рады видеть. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Это были главные события дня. Мы ждем ваших звонков. Сообщайте о том, что волнует. Предлагайте свои темы для освещения их в нашей программе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин